Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Мы продолжаем наш большой челлендж 100 эскизов. И сегодня рисуем четвертый эскиз. Я выбрала базовую толстовку. И в ней вы найдете такую особенность, что вам нужно будет показать изображение Риба, как он смотрится и как вот эти вот полосочки нарисовать. Это то, с чем большинство сталкивается и какие проблемы у вас возникают. Если вы еще не смотрели предыдущие видео, обязательно посмотрите. Мы уже нарисовали прямую юбку, мы уже нарисовали с вами футболку и платье-футляр. Соответственно, первые модели, которые я вам показываю, это наша основа. Потом будем усложнять. Итак, я открыла шаблон, который у нас уже использовался. Скачать вы его можете под видео. Я даю на него ссылочку. Что мы делаем? Открываем шаблон Vodop Illustrator. И я сразу хочу его немножечко поправить, потому что мне не нужно столько рук, а они достаточно много места занимают. В связи с этим я уберу лишние руки, оставлю только основу. Теперь двойным кликом провалюсь в режим изоляции. И сделаю вот так вот две фигурки, которые стоят рядышком, чтобы мне было удобно рисовать. Также подвину на центр мой значок. И расширю монтажную область инструментом монтажная область. Все, я подготовила свой документ. Двойной клик. Видите, пропала панелька. Когда двойной клик делаете, вот здесь, вот он, режим изоляции. Если двойной клик сделали обратно, оно у вас пропало. Вот, документ готов для того, чтобы мы начали рисовать новый эскиз. Ctrl-0. Ваш лист распределяет и располагает ровно по центру и по всей рабочей области его растягивает. Вам нужен инструмент перо. И вообще я всегда практически рисую инструментом перо, по крайней мере, в Adobe Illustrator. И очень многие всегда задают вопрос, а нужен ли мне планшет. Если вы работаете в векторной программе, типа CorelDRAW или типа Adobe Illustrator, то большинство ваших действий будет происходить при помощи инструмента перо или линии без Е. Это в Corel она называется. Ей удобно рисовать мышки. Можно, конечно, планшетом. Я одно время, года два или три работала на планшете. Потом, в связи с тем, что я стала перемещаться, и у меня с собой стал ноутбук, я начала работать мышкой, беспроводной, ничего страшного в этом нет. Иногда я сажусь за стационарный компьютер, и у меня мышка проводная, но это никак не влияет. То есть компьютер и мышка, вполне достаточный ассортимент и объем техники для того, чтобы работать. Ну и, естественно, установленная программа. Что важно при работе с Adobe Illustrator, у него есть требования по оперативной памяти, иначе программа будет дурить. И, конечно же, я всегда рекомендую монитор не меньше 15 дюймов диагональной, лучше 17 и больше. Глаза сломаете. Но как бы работать-то, конечно, можно. У меня даже были студенты, которые работали через тачпад на ноутбуках, за что я очень сильно ругалась, потому что, ну, все-таки мышка это не что-то сверхъестественное, практически у всех она есть, а рисовать на тачпаде, ну, это вот прям вообще. Вот. Итак, переходим к рисунку. Это было лирическое отступление. Я заблокировала слой, на котором у меня расположен шаблон, взяла инструмент лупа, он берется кнопочкой Z-клавиатуры, либо вы можете взять его из панели инструментов слева. Приблизила побольше. Люблю, когда передо мной большой крупный элемент. Тогда удобно работать, глаза не напрягаются, вы видите все детали, и вам это комфортно делать. Принцип точно такой же, как у нас был до этого. Мы рисуем половинку. Пока мы рисуем с вами строго симметричные изделия, никаких вопросов тут не возникает. Можно сделать спущенное плечом. Сейчас достаточно актуально. Но вообще можно сделать слегка увеличенный, соответственно, свитшот, легкий напуск. Сейчас все покажу. Сейчас все будет понятно. Первое я начинаю рисовать. С чего? С того, что мы рисуем с вами базовую половинку. Плечо я буду править двумя инструментами. Смотрите, это инструмент Direct Selection. Прямое выделение, кнопочка. И инструмент опорная точка. Очень его люблю за работу с направляющими. Он позволяет захватить одну направляющую и ее откорректировать. Потому что если вы будете корректировать через инструмент Direct Selection, вот этот, и когда вы будете хвататься за направляющую, у вас будет там две точки расходиться в разные стороны, это не очень здорово. Здорово. Так, мне нужно, чтобы у меня рисовался только черный контур. Соответственно, цвет заливки убираю, цвет контура оставляю. Вот у меня получилось. Есть и такой инструмент. Он находится вот в этой группе. Посмотрите. Он может по-разному. Где-то карандаш впереди, где-то инструмент Shaper. Инструмент сглаживания. Я очень его рекомендую. Вы выбираете ваш объект или линию, и можете им пройтись по точкам. Он его сгладит. У него есть дополнительные настройки. Но это вот в целом, что есть такая штука. Потому что, ну, конечно, нельзя рассказать вот так вот о программе в двух словах. Это из серии «Делай раз, делай два». Но вы видите все возможности, которые у нее есть. Так, теперь рисуем. Это у нас будет рип по низу. У нас будет рукавчик. Давайте я его нарисую немножко. Ctrl-Z, отмена действия. То, что я сейчас сделала, оно у меня отменилось. Вы не увидели это на экране, ничего не произошло. Но я дала команду программе. Вообще, если посмотреть, как работают многие профессионалы, вы многих действий просто не увидите. Потому что они делаются с клавиатуры. Я часто специально беру инструменты с панели инструментов для того, чтобы люди видели, что я делаю. Ну, потому что я пишу его включающие ролики. И я бы хотела, чтобы было понимание того, как это происходит. Потому что в противном случае я могу просто клавиатурой нажимать. И будет просто непонятно, что же там такое произошло. Что-то отменилось, что-то прибавилось, что-то убавилось, что-то куда-то там съехало. И все. Нет, сейчас вот я корректирую форму рукава. Поправила, убрала ненужные точки инструментом перо минус. Погладила там, где мне не нравится инструментом сглаживания. Я вам его уже показала. Да, чтобы у меня помягче было. И если вы посмотрите, можете, кстати, хороший совет, открыть фотографии в магазинах, как выглядят свитшоты, и посмотреть просто, как их рисуют. Можно набрать свитшот, технический рисунок. Посмотреть, как их рисуют, чтобы вы понимали. Как правило, вот рибы и резинки по низу изделия и низу рукава, они, когда их одевают на фигуру, образуют некоторый напуск. Да и даже когда они просто у вас на полу разложены, все равно риб, он стягивает рукав, и у вас получается некоторый напуск. Его нужно закладывать. Степень напуска бывает разная. И вот складочки, которые здесь у нас появляются, соответственно, в зависимости от непосредственно вашего изделия, уже нужно их указывать. Либо они есть, либо их нет. Так, у нас теперь с вами горловинка на очереди. Здесь все удобно. Смотрите, сразу видно, где какие точки. Помните, как мы рисовали с вами футболку. Футболку я нарисовала вот такой объект на спинке. И его завела за контур. Давайте еще раз. Вот, его завела за контур моей полочки. Потом выбрала два элемента, сдвинула в сторону с нажатым шифтом. Если шифт не нажимаю, то оно у меня плавает. Если шифт нажимаю, то оно у меня четко двигается по горизонтали, 45 или вертикально, соответственно. Альт копирую. Потом отпускаю кнопку мыши. Потом отпускаю клавишу. У меня был нажатый шифт, альт. Запоминаем. Эти вещи я делаю с клавиатуры. Это намного удобнее. Теперь окно. Обработка контуров. Это такая панелька, которая позволяет работать с объектами. Я все разрезаю. Разрезаю. Вот это нижнее. Правой кнопочкой мыши разгруппировать. Два нижних объекта убираю. И вот этот кусочек тоже. Что я сделала? Я взяла, вот здесь подрисовала, а здесь как бы вывела в увеличенную сторону. Таким образом, вот эта линия горловины у меня совпала на 100%. То есть я один объект вырезала из другого. Почему я не стала вырезать из основного? Иногда там что-то бьется некрасиво. Я люблю дополнительными объектами это все надставлять. И таким образом, вот эти две линии у меня совпали на 100-100-100%. Если я сейчас немножко не попала, можно подвинуть точки. Да, вот чуть-чуть я не попала. Потому что вы никогда не нарисуете линию один в один. Это вот принцип Adobe Illustrator. Вырезать одно из другого. И даже если вы посмотрите, как логотипы рисуют, там много кругов друг на друга делают. Это вот этот базовый принцип. Смотрите, уголочек некрасиво. Как убрать? Панель обводка. Хлоп. Убрали. Вот этот вот уголочек ушел. И вот здесь у меня получилась не вертикаль. Поэтому сейчас немножко поправлю. Оно потом при слиянии у меня уйдет. Так. И мне нужна еще горловинка по спинке и по полочке. То, что будет отделочка, да? Соответственно. Вот таким образом я тоже рисую. И сюда тоже сейчас нарисую. Толщину постарайтесь соблюдать одинаково. Потому что редко такое бывает, что здесь одна, здесь другая. Так. Вот я их нарисовала. Они у меня там есть, но они пока не сделаны. Это я буду вырезать из основной. Сторону отставила с нажатым шестом альтом. Разрезала. Убираю лишнее. Разгруппировываю. Убираю лишнее. Теперь вот эту детальку можно снять. Я знаю, что сначала это сложно. Но потом, когда к этому привыкаешь, вот все мои студенты, с кем мы работаем, они к этому привыкают и говорят, что действительно метод сначала пугающий и кажущийся слишком сложным. Но в конечном счете он дает очень красивые, хорошие эскизы с ровными, абсолютными стыками деталей. Потому что мои девочки, кто там устраивается на работу, говорят, слушай, я тут залезла в базу, которая уже есть. Не буду фирму говорить. Вот. Она говорит, у них такие жуткие эскизы, когда по контурам смотришь, там просто кошмар, как они их рисовали. Меня учили по-другому. Я учила. Вот. Поэтому, да, так бывает. Ну вот, половинка получилась. А теперь все вместе мы выбираем. Инструмент. Зеркальное отражение. Он часто скрывается за инструментом поворот. Надо нажать и подержать. Ставим на центр. И раскладываем. Опять же, не забываем держать shift, alt, отпускаем. Вот у нас с вами получилось. Чем плюс большой шаблона, да, мы сразу видим степень прилегания и насколько оно на нашем с вами туловище будет плотно сидеть. Для конструктора это очень важно при построении лекал. Теперь попарно их объединяем. Объединяем сначала полочку. Вот у меня получилось, видите, несовпадение. Я сейчас уберу лишнюю точку. Все совпало. Это бывает. В этом нет ничего страшного. Программа, она очень четкая. И она вам говорит, где она попала, где она не попала. Видите, вот здесь лишечка. Ну, соответственно, вот эту точку надо убрать. Вот оно все стало ровно. Немножечко логики, немножечко практики. И проблем это не вызывать не будет никаких. Очень похоже на черчение, на геометрию. Так, здесь по парам. Бейка по спинке объединяем. Ну, просто логику давайте. Бейка по горловине объединяем. И спинка. Объединяем. Что мне не нравится? Острые точечки, видите. Приближаем. Их там, наверное, будет больше, чем надо. Так, сбилось немножко. Соответственно, убираем лишние точки инструментом перо минус. Если вдруг что-то, что я говорю, непонятно и очень быстро, пересмотрите просто. И у вас встанет на свои места. Специально классно, когда видео, потому что вы можете это все пересмотреть. Так, и инструментом опорная точка немножко правлю кривизну, чтобы была она помягче. О, там тоже, смотрите, какое безобразие. Ну, лишние точки. После слияния такое иногда бывает. Это не страшно. Их надо просто убрать. А вот здесь подровнять направляющие. Еще их иногда называют усиками. Ну, правда, похоже. Вот так. Хорошо. Вот у нас с вами получился эскиз базового свитшота, которого, ну, на русском языке это часто называют, это кашкарсе, рибана по низу будет, да. На английском это будет риб. Что дальше с ним можно сделать? Вот я говорю, конструктору будет классно, что у вас, если даже вы ему вот так черно-белый эскиз покажете на фигуре, который без заливки, он будет понимать, что вы имели в виду по степени пролегания. Видно, что здесь оверсайз, видно, что спущенное плечо. Это здорово. Так, я заливаю белым цветом. Раз, два, три. Это тоже все заливаем белым цветом. Множественный выбор. Я нажимаю на кнопочку shift, ну, и, соответственно, выбираю элементы. Здорово, когда по спинке вы заливаете чуть-чуть темнее. Ну, вот светло-светло-серым. Получается сразу контраст. И последнее, что мы с вами не доделали, это нам нужен риб. Рисуем полосочку инструментом прямая линия, ставим ей толщину 0,25. Делаем ее копию, то есть я двигаю в сторону с нажатым shift-омальтом, отпускаю кнопку мыши и убираю у нее цвет контура. Теперь все это дело тащу в панель образцы. Все, это мне не надо. Что у меня получилось? Создаю копию вот этой штучки. Как я создаю копию? К этому вот просто надо привыкнуть, и вам тоже будет удобно. Я хватаю объект, тяну его вниз, нажимаю кнопочку shift, чтобы он тянулся абсолютно по вертикали, кнопочку alt, потом отпускаю кнопку мышки, потом отпускаю кнопки на клавиатуре. Все. Это вот я всегда так делаю, и это то, что кажется быстрым, просто я уже к этому привыкла, и вы тоже привыкнете. Выбираем инструмент, чтобы здесь была заливка, и выбираем ту заливку, которую мы создали. Размещаем ее поверх, и получаем имитацию риба. То же самое делаем с рукавами. Сразу два. Так. И здесь то же самое. Вуаля! У вас есть имитация. Что здесь может здорово смутить, это вот этот вот поворот. Это все можно поправить. От того, что... Вот так. Ну, в принципе, уже было хорошо. Но нет предела совершенства. Скизы можно совершенствовать до бесконечности. На такой скиз, на такой скиз можно добавить тени. Это по желанию. Видите, она у меня нарисовалась сразу заливкой. Сейчас я тоже сдвину. Чтобы вырезать. Принцип тот же самый. Вот все, что я рассказывала. Ну, просто посмотрите еще раз, если не уловили, что я делаю. Здесь под 45 я сдвигала шифтом. А теперь выбираю черный цвет и степень непрозрачности. Вот у меня получилась тенюшка. Здесь то же самое. Давайте под рукав. Метод вырезания вообще прекрасно работает. Это шикаренную. Для иллюстратора. Вернули. И кипеточку пересняли. С мойства. Вот. Получился базовый такой вот у нас с вами эскизик. Мусор почистили. Теперь будем рисовать спинку. Берем всю нашу с вами красоту. Переносим ее назад. И единственное, что нам с вами действительно нужно будет поправить это горловину. Потому что по спинке у нас другая горловина. Вот это надо слить. Видите, слилось серым цветом. И вот эту горловину по форме тоже поправить. Вот эту точку нужно перенести вот сюда. И вот эту точку перенести вот сюда. Вот эта вот кривизна, которая полезла, мы ее сейчас поправим. вот таким образом. Исправляем. У нас там с вами есть еще один слой. Вот этот. Мы можем его удалить. Создать дубликат. Сделать ему просто белую заливку. Поправить форму. Если мы чувствуем, что что-то у нас тут не ладится. А я люблю вообще рисовать горловину из трех точек. Ну вот, линию горловины из трех точек. Это как? Это вот смотрите. Я сейчас все уберу. Можно из двух, можно из трех. Вот, например, из двух. И тогда вот из края мы вытягиваем с вами направляющую и даем. Чем меньше точку вы используете, тем более упругой у вас получается форма. И тем лучше она будет смотреться на эскизе. Поставили. Вот такая красота у нас получилась. Не забудьте сгруппировать. Это можно закрыть. Нам пока не нужно. Вот наш с вами базовый свитшот уже готов. Теперь можно покрасить ему цвета. Размах рук вот я выбрала средний, да, можно его больше прижать к телу, по нижним рукам нарисовать. Это не сильно принципиально в зависимости от ваших целей и задач. Это то, что сейчас практически есть у всех. И можно двойным кликом выйти в режим изоляции. я обычно смещаю вот это дело вниз. Теперь выбираем все, кроме теней. И можем задать любой цвет, какой нам нравится. Либо если у вас уже есть какой-то образец, вы можете его задать. Если нету, то подобрать тот, который вы хотите. Любой оттенок совершенно сюда задать. Вот это можно вернуть назад. Прокрас должен быть не обязательно одного цвета. Например, вы можете сделать основу одного цвета, а рукава сделать другие, либо на них сделать какие-то дополнения в зависимости от ваших целей, которые вы ставите на этот эскиз. Иногда делают отделку другого цвета, то есть делают подсорт кашкарсе другого цвета. Таким образом вы получаете более интересную модель, только за счет цвета, не меняя конструкцию. Это тоже очень интересный вариант, который может быть использован. Вот смотрите. Либо так, либо так. Возвращаем обратно. Shift не забываем нажимать. И может быть у вас например какая-то будет принт на нее можно расположить. Соответственно любое, которое вы считаете нужным. И можно туда залить фактуру, текстуру, любую. Это может быть принт, это может быть действительно какое-то полотно. Почему вот таким образом оно все может смотреться и выглядеть. Очень удобный инструмент. как я говорила, мы рисуем именно базу, вот этого базовый элемент. На него там хоть принты, хоть все что угодно вы можете сделать. Вот например, смотрите, я могу взять и на одном из пола поместить принт. Все, у меня пола с моим логотипом, с моим принтом, оно может быть здесь размещено, может быть маленькое размещено здесь, но уже как бы это пошел дополнительный дизайн от базового элемента. Сегодня мы с вами разобрали как рисовать свитшот. Сейчас это очень популярное изделие, которое часто используется. Вот, поэтому обязательно себе в коллекцию возьмите его на вооружение. Руки, как я уже сказала, можно прижать, если вам не нравится, когда они сильно раскинуты. Если у вас появились вопросы, вы хотите, что я вам показала что-то интересное, обязательно пишите мне в комментариях. А на этом все. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы вам пришли новые уведомления. Ну и, конечно, поставить лайк. Для меня это знак того, что вам нравится то, что я делаю. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.